Добрый день, друзья! Смотрите, кого мы нашли. Витя, ты ухаживаешь за Афиной? Витя и Филя держатся вместе. Вышедшая Афина с новым кавалером. Витя, я просто поснимать. Вот просто-просто поснимать. Да, скажи, пожалуйста. Ой, 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 ты такой лев, лев. Ты такой уже взрослый, красивый. Ты знаешь, что буквально вчера закончилось очередное судебное разбирательство? Из-за того, что ты прикусил Ольгу Соломину. Вот я скажи людям, что тебе не понравилось. А то там уже стихи слагают. Что не понравилось льву Вите, да? Почему именно Соломина? Что, ты хотел папу защитить, да? От домогательств. Да, скажи, меня, скажи, рядом не было. Да, вот так. Ты хотел его защитить. Я понимаю. Потому что животные, друзья, часто чувствуют то, чего не чувствуем мы. Да, да, ты сейчас в охоте, да. Скажи, мы часто чувствуем. Скажи, я хотел. Это ты для интервью подошел? У тебя есть что сказать по этому поводу? Нет, скажи, у меня просто время любви, а ты мне мешаешь. Вы знаете, друзья, что животные... У них, как это сказать, да? Есть какое-то другое... Вот, чуть другое восприятие людей. Почему всегда говорят, что детей и животных нельзя обмануть? Почему этот молодой лев... Да. Да, вот так ты на нее реагируешь, да? Вот так ты на нее реагируешь. Скажи, как вспомню, так вздрогну. Да. Не каждому человеку идет кошка. Не каждому человеку идет собака. Почему 7 тысяч человек прошли эту услугу? 7 тысяч человек не забудут никогда ни энергетику этих кошек, ни то, что они смогли почувствовать, когда обнимали. Да, я не буду больше про нее рассказывать. Когда обнимали или гладили льва. Это невозможно забыть. Я вам говорю на собственном опыте. Если ты раз соприкоснулся с этой мощью, если ты ощутил эту энергетику, забыть невозможно. Что должна была сделать наша профессиональная потерпевшая? Что лев именно прикусил. То есть он ей дал понять, что ему не нравится то, что она делает. И ведь она это поняла. Так как сама говорила потом в своих показаниях, что лев предупредил меня два раза, хлопнув там по спине хвостом, прежде чем прикусить. Я считаю, что он почувствовал, что от этой женщины исходит опасность для любимого папы. Эти животные очень любят Олега Алексеевича. Они привязаны к нему. Они настроены на одну волну с ним. Вы знаете, у кого есть кошки, у кого есть собаки. Витя, давай поднимем голову. Ну, как-то все-таки снимать гораздо красивее, когда ты сидишь. Вот. Вот моя умничка. Ну, хоть ты. А то что это вы валяетесь, как два коврика каких-то, да? Когда кошки или собаки... Вот, допустим, у меня кошка дома, так она чувствует мужа, даже когда он еще там где-то только поворачивает вообще стрессы. Машина едет, и она уже бежит к окну, она уже бежит к двери, она ждет. Наши животные с нами на одной волне. Мне кажется, и эти животные... Мне кажется, так и есть. И Витя в моем уже сейчас восприятии просто защищал хозяину. Говорит, что папа, ну неужели ты не видишь, что не нужно было привозить эту женщину? Да? Я, конечно, чуть-чуть утрею. Покажи, как она тебе не понравилась. Да? Как она тебе не понравилась? Вот так не понравилась. Да? Вот так она тебе не понравилась. Молодец. Молодец. Вот так не понравилась. Да? Да, скажи. Ольга Соломина вчера на своих прениях стала рассказывать, какой опасный тип Олег Алексеевич. Как она страдает. Как я в своих... на своих YouTube-каналах до сих пор пропагандирую услугу ПРУ, как к ней там вызывают ненависть. Да невозможно вызвать никакую ненависть. к хорошему человеку. В очередной раз скажу, правда, она всегда пробьется. Вот так. От ответ. Да. Вот так. А не надо, потому что залиться, Витя. Тебе досталась такая звезда. Скажи, я не на нее и не на тебя, да? Скажи, я на профессиональную потерпевшую. И если ты выступаешь, как потерпевшая, подаешь иск как потерпевшая, то кидаться, требовать посадки другого человека, заменять с собой прокурора, заменять с собой иногда судью. вы посмотрите, вы посмотрите, какая за два года произошла, какие изменения произошли в характере Ольги Соломиной. Бабочка полетела. Да. если взять два года назад, да, Витя, как она приходила в суд, что она рассказывала. Еще раз повторю, мне искренне было жаль, когда это произошло с Ольгой и абсолютно не было как бы к ней никакого негатива ни у Олега Алексеевича, ни у меня, ни у вас, друзья. Но на каком-то этапе Ольга резко изменилась. И мы все сразу с вами ощутили чью-то очень сильную поддержку. И тогда из нее полилось все то, что льется до сих пор. И тогда она из потерпевшей да, нарушившей требований, да, она не слушала Олега Алексеевича. И то, как она трепала Олежку в самолете, льва Олежку, я уже думала не касаться этой темы в принципе. Но любой психолог вам скажет, как переносится чувство можно перенести. И одного зовут Олег. И льва зовут Олежка. И то, как она трепала его гриву в самолете, любой психолог вам скажет. Кого хотела потрепать эта женщина или погладить. Со словами Олежка, Олежка, это сейчас она говорит, что я не знала, какой там лев. Знала. Ну, то такое. Не хочу больше в это дело окунаться. Но просто иногда не выдерживаю. поэтому на шесть лет. Знаете, для меня опять-таки вот все эти, так сказать, требования по Фрейду. Так не доставайся ж ты никому, если не мне. Лучше ты сиди в тюрьме, но чтобы никто больше ничего никак не гладил, не трепал, не понимаете, ну, тысяча извинений, ну, вот до смешного. Я думаю, что, опять-таки, друзья, среди нас много психологов. Это мое личное восприятие. Но я за этим процессом наблюдаю два года за поведением Ольги. Я не смотрю ее канал этот, который Петой Ганн, потому что не смотрю никакие каналы из того, что где там зло или эти федоровские бабушки. Для меня это каналы для них самих. Вот они там упиваются, там своими вот этими всякими безобразиями, вот этой желчью выплевывают, ее разбрызгивают, тонут сами в них. Это их дело. Мне это не омрачает жизнь. Мне это... Единственное, что присылают люди, я уже не раз это говорила, почему-то люди считают, что я должна, наверное, знать или видеть это. Ну, для чего? Если есть грязь, мы же с вами не идем в лужу, чтобы не запачкаться, не забрызгаться. Мы стараемся обойти и пройти там, где сухо, чисто, красиво. Но есть люди, которые любят вот так вот там. Да, мне пришлось сейчас вот окунуться на пару видео и это видео чуть-чуть тоже туда же, так сказать, кольхи соломиной, что называется, в нижнее белье. Ну, как не говорить? Если опять на суде, да, вот я снимаю, она идет и опять она без... О чем люди говорили под судом? Что она опять без верхнего белья. Ну, это же видно. и на видео. Ну, о чем можно говорить? Так и тут. Не хотела бы я в это все окунаться, но, как называется, не мы такие, жизнь такая. Я надеюсь, что это будет последний раз, что я буду вам показывать только наших львов. Но оговорочки по Фрейду. Да. Не доставайся, что ты никому. С любовью стой, гадан, друзья.